И якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе! Зашкварные россияне совсем сошли с ума. В Уфе курьер едва многоэтажку не завалил. А в челнах тетка начала воевать с дверным глазком. Путин плачет, а у Соловьева призывают убивать жены детей украинских военных. По пункту постоянной дислокации этой бригады будет нанесено полное огневое поражение. Там, где у них жены, дети, мамы, папы, где вся их вот эта вот свора живет, понимаешь? Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. Как говорят, умом Россию не понять, и россияне постоянно это доказывают. Жительница набережных Челнов заметила, что у соседа в дверном глазке установлена камера. И начала вести против нее агрессивную борьбу. Даже решилась ее поджечь. А когда на место прибыли пожарные, обвинила во всем владельца квартиры. У россиян совсем крыша поехала. Интересно, что эта тетка думала? Что через глазок в двери за ней следит Буданов или террористы ИГИЛ? А это видео показывает всю силу и мощь России. В Уфе курьер привез человеку посылку. И решил спереть ее на стену. А стена взяла и рухнула. Ну очевидно, что в этой ситуации виноват сам курьер. Потому что недостаточно нежно спер посылку о стену. Вы же знаете, какими хрупкими бывают стены на России. Такими же, как и их демократия. Вам, возможно, показалось, что реакция Путина на события в Кроку-Сити была довольно вялой и наигранной. Но вы действительно ничего не понимаете. Сейчас его болтливый попугай Песков вам все объяснит. Государство пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами. Нет, вы не подумайте. Путин это не кровавый диктатор, уничтоживший более 400 тысяч своих граждан на варварской захватнической войне. Он чуткий и заботливый лидер. Идет третий год полномасштабного вторжения. За это время в Украине россияне уничтожили множество городов и сел и убили бесчисленное количество мирных людей. Но им все мало. Они хотят больше крови. Только послушайте. Вот по большому счету мы же отлично знаем, допустим, какая артиллерийская бригада сейчас работает по Белгороду, то есть чьи вампиры. По пункту постоянной дислокации этой бригады будет нанесено полное огневое поражение. Там, где у них жены, дети, мамы, папы, где вся их вот эта вот свора живет, понимаешь. И если они в итоге еще раз обстреляли Белгород, то ломите хорошенечко так кассетными боеприпасами и превратите этот военный городок в пустыню. А знаете, почему Соловьев, когда это все слушает, молчит? Потому что он знает, что удары по Белгороду наносят российские силы ПВО, которые сбивают мирные беспилотники. Так что выходит, что за Белгород придется бомбить Белгород. А вот вам другая пропагандистка Ольга Скобеева языком уничтожает всю Украину. На телеканале ЦДФ тоже рассуждают на тему того, что Путин использует теракт для эскалации на Украине, а также Путин в поисках предлога для того, чтобы Украину стереть с лица земли. Но если бы мы были в поиске этого предлога, то предлогов настолько много, что мы давно-давно могли бы уже уничтожить эту страну как данность. Судя по докладам Канашенкова, вы там каждую неделю две армии НАТО уничтожаете. Вот только у себя в голове. У россиян спрашивают, на что они тратят лишние деньги. Ответ прост – на водку. На что вы сегодня тратите лишние деньги? На водку. Выпиваем. Ну, это, наверное, новая российская элита, потому что лишние деньги у них есть. А это не по ГОСТу. Ничего, скоро буду тратить, как и все остальные. На медикаменты. Мало на что хватает. За квартиру заплатишь 7 тысяч. За квартиру довольно много держат. Вот сейчас у нас воды нет горячей. А все пишут – горячая вода есть. Ничего, главное, что голосовали за Путина. А вот вам еще пример российского рвения. В Оренбурге женщина пришла устраиваться на работу, ее не взяли. И она решила отомстить и подожгла офис. Ничего удивительного, просто русский подход к делам. Ну, мне нравится, как у него гореть. Двое граждан Киргизии бегали с автоматами по Чернышевску-Забайкальского края. Как раз на общенациональный траур по жертвам событий в Крокусе. Пацаны, тут узбеки какие-то баронатые с автоматом ходят. Че за хр**ть? Они с автоматом идут, отвечать не будут. Там узбеки с автоматом, клянусь. Автомат оказался игрушечным, поэтому Шутников довольно быстро задержала полиции. И через считанные минуты они уже записывали извинения. Ну да, задержать подростков с игрушечным автоматом это они могут. Интересно, что было бы, если автомат был настоящий. Жителям Приволжского округа РФ в этом сезоне не придется ехать к морю. Потому что море пришло к ним. Вода буквально смывает улицы, мосты и дома. И все это происходит не в одном городе, а сразу в Самарской, Оренбургской, Тверской и Саратовской областях. Жители теперь перемещаются между деревнями на лодках или водных скутерах. Кстати, говорят, что за каждый лайк, оставленный под этим видео, вода поднимается на один миллиметр. У Соловьева всегда есть свой сценарий хода будущего. Очевидно, написаны кем-то не очень адекватным. Только послушайте. А вот британцы, телеграф вчера, прямо пишут, соответственно, весь российский народ по окончании войны должны судить всех. Абсолютно. В том числе патриарха Кирилла. То есть они уже все. А, простите, кто нас судить будет? Это там британцы какие-то. То есть, соответственно... Это страна, которая к этому моменту будет погребена под радиоактивной волной. Это он говорит о ядерных торпедах Посейдон, которые способны вызвать цунами. Ты бы поосторожнее со словами, а то так подлодка, которая носит эти ракеты, может повторить судьбу Курска. Она утонула. В Ростовской области строгий российский мужик набросился на детишек. На двух девочек 9-10 лет за то, что они слушали песню «Шум» украинской группы GoA. Его вердикт – это юные террористки. Ваши дети, ваши дети. Или кто они вам там являются? Ну, продолжайте, они дети, они все мои дети. Они дети, да, да, вы все их дети. Да. Вот, они все украинские экстремисты, вот так и запишите. Детям 9-10 лет включили музыку, которая вам не понравилась. А сегодня и стали экстремистами. Завтра им позвонят по инстаграму, и они принесут туда взрывчатку. Правильно, поэтому желательно за экстремизм их посадить вообще сейчас, а оттуда завербовать Вагнер. На России ведь все именно так работает. Вот вам напоследок немножко приятного. Пока россияне занимаются исключительно уничтожением всего вокруг, наши люди пытаются тратить каждую свободную минутку на то, чтобы что-то создавать. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для НЭС. И поддерживайте ВСУ, война продолжается.